Всем привет, Фнавплей лох, а кандикадет бог. Теперь я здесь главный. Ха-ха-ха. Сейчас расскажу шутку, как Фнавплей насрал в маршрутку. Ха-ха-ха. Скоро будет новый год, а Фнавплей под ёлкой срёт. Ха-ха-ха. Эй, железяка, ты чё, запись включил? Ой, я случайно. А ну-ка пошёл вон отсюда, мне надо видео записывать. Слушайся, повинуюся великий хозяин Фнавплей. Привет! Скоро новый год, волшебное время праздника и подарков. И вот разработчики Фнав 8 VR решили сделать очень крутой подарок для всех любителей Фнав. И об этом я сегодня расскажу. А лучшим подарком для меня будет твой лайк и комментарий под этим видео. Так что ставь лайк прямо сейчас. Это канал Фнавплей, а я Голден Фредди. И давайте начнём. На ютуб канале разработчиков Фнавфиар вышел новый трейлер в новогоднем стиле. И сейчас давайте его посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Трейлер небольшой, но в нём чувствуется дух праздника и новогоднее настроение. В начале мы видим монитор из Фнавфиар, который лежит в снегу и украшен гирляндой и ёлочными игрушками. А на экране идёт заставка с изображением горящего камина. А через пару секунд к монитору подходит Гличтрап. Это видно в отражении монитора и ёлочных игрушек. Он сначала танцует, а потом машет рукой. На мониторе появляется название игры, а затем надпись VR исчезает. После чего нам показывают скример Гличтрапа, которого кстати не было в игре. А после скримера появляется дата выхода обновления 17 декабря. И надпись «Требуется VR» меняется на «VR не требуется». Также кроме этого трейлера разработчики сделали небольшой пост в Стиме, в котором подробно рассказали про это обновление. Во-первых, этот режим сделан для того, чтобы все фанаты в ТАФ смогли наконец поиграть в эту игру без шлема. Так как шлем есть далеко не у всех. Они сейчас доделывают это большое обновление, настраивают управление, чтобы было удобно осматриваться, переключаться по камерам и тому подобное. Но самое главное в том, что это будет полностью бесплатное обновление. И если вы уже купили игру на ПК или PS4, то после обновления можно будет играть без шлема, даже в хэллоуинский режим. Также они написали о следующей игре «ФНАФ 9». У них готовы арты и дизайн, и «ФНАФ 9» будет чем-то совершенно новым. На самом деле я не ожидал, что разработчики будут делать не VR режим. И эта новость меня очень обрадовала, потому что теперь я смогу пройти игру на ПК и показать тебе еще больше секретов. К тому же, теперь каждый из вас может лично поиграть и пройти в НАФ 8. И для этого больше не нужно покупать дорогой VR шлем. Я думаю, что кроме этого режима разработчики возможно добавят какие-нибудь новогодние декорации или что-нибудь еще. А также будет реально интересно увидеть, как игра будет смотреться без VR и насколько страшными будут скримеры. Но это еще не все новости, друзья. Как вы знаете, команда Клик Тим выпустила порты игр «ФНАФ» с первой по четвертую часть на консолях. Но, к сожалению, в европейском PS Store игры пока что недоступны. Но недавно они сделали пост, где написали, что уже очень скоро игры «ФНАФ» появятся в европейском магазине и их можно будет купить. А это значит, что кроме «ФНАФ 8» мы будем проходить все части «ФНАФ» на PS4. И это реально очень круто и интересно. Вот такие новости, друзья. И если ты рад, что наконец-то сможешь поиграть во «ФНАФ 8» без шлема, то ставь лайк прямо сейчас. А мы будем ждать обновления и, конечно же, новый «ФНАФ 9». Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!